На станции метро «Спортивная» большая часть работ уже выполнена. В их числе общестроительные, монтаж металлоконструкции покрытия станции, оформленные оконные проемы, установленные эскалаторы, началась отделка внутренних помещений. На сегодняшний день выполнены на 75% работы все. Проблем с финансированием нет. Нет проблем с поставкой материалов. Есть часть материалов, по которым требуется еще доработать, но они, к сожалению, зарубежные. Впрочем, это импортное оборудование на работоспособность станции повлиять не должно. Да и аналоги найдутся, если что. Тем не менее, работы немного из графика выбились. Подрядчик указывает на объективные причины. Часть поставщиков заморозила поставки материалов, но на сегодняшний день все вопросы решены. Где-то произведены замены, согласованы с проектировщиком, заказчиком. Где-то пошли нам на встречу. Кто-то из поставщиков заморозил цены, кто-то, соответственно, повысил, в связи с курсом с евро. Но сейчас это потихоньку отыгрывается назад. Есть реальная перспектива того, что работы по завершению строительства станции метро уже в ближайшее время вновь пойдут в график. Но ко дню города, как предполагалось в начале строительства, спортивную ввести в эксплуатацию не получится. Недоволен темпами, недоволен объемами. Хотелось бы все быстрее, быстрее подгоняю. Горячусь неизбежно. Ну, потому что, думаю, что всем новосибирцам интересно, когда будет запущена станция. Напоминаю, что все развитие города Новосибирска сегодня зависит от качества завершения и от срока завершения этой станции спортивной. Мэр заметил, что от этого результата будет зависеть дальнейшее финансирование Новосибирска из федерального центра. В настоящее время на станции ведутся архитектурно-отделочные работы, утепление фасада, монтаж кровли, устройства автоматизации, диспетчерское управление и другие. Спортивная оборудована двумя боковыми посадочными платформами, длина каждой из которых 104 метра. За один час станция сможет пропускать свыше 19 тысяч пассажиров. Срок ввода в эксплуатацию – 2022 год.